Формирование почерка начинается в младших классах. Развитие личности ребенка накладывает отпечаток на то, как он старательно и аккуратно выводит свои первые буквы. Желающих строчить, как курица лапы, здесь не найдешь. Многие люди хотят писать красиво, но у них, может быть, почему-то не получается, но нужно к этому стремиться. Письмо человека судит его личность, его качество, качество человека. Я, допустим, буду писать плохо, то если я пошлю кому-то письмо, то человек не разберет, что я написал, и не поймет, что я до него хотел донести. Ну, мне просто самой хочется писать красиво, и мне хочется гордиться своими работами. Я считаю, что писать красиво нужно для того, чтобы, когда ты вырастешь, тебя, если ты будешь умная, то возьмут на работу. Но если ты будешь некрасиво писать, мне кажется, то, ну, возможно, скажут, и тебя не будут там повышать в должности. Например, письмо шлют с какого-нибудь лайнера, который потерпит крушение на землю, то если почерк будет неразборчивый, то не поймут, что этот лайнер потерпел, и много людей погибнет. Если человек пишет некрасиво, то это судится и по всему, по человеку. Потому что почерк некрасивый, значит, и человек тоже неопрятный. Научиться красиво писать может каждый. Для этого необходимо желание, трудолюбие и, конечно, упорство. Об этом, как никто другой, знают учителя начальных классов. Ну, во-первых, это выработка коммуникативных навыков, это выработка внимания, письмо приводит. Это выработка устойчивости, упорства, усидчивости. Качество очень много развивается, когда пишет. И очень часто ребенку бывает трудно понять, почему у мамы с папой плохой почерк, а мне приходится работать, сидеть над буквами. Поэтому вы сами прекрасно понимаете, что красивое письмо – это залог, конечно, и высокой отметки. Но есть случаи, когда почерк становится объектом исследования. То есть, допустим, установить последовательность выполнения подписи надо будет очень много движений. Для судебной экспертизы почерк почти то же самое, что и отпечаток пальца – один из важнейших индивидуальных признаков. Поэтому неудивительно, что благодаря всего лишь нескольким написанным от руки словам было раскрыто множество преступлений. То есть, человек выполнил записи, даже если он пытался внести в них какие-то изменения своего почерка, называется автоподлох, то, в принципе, также при предоставлении достаточного количества образцов будет легко определить, кем выполнены данные записи. То есть, у каждого человека со школьного периода еще, когда начинает человек писать, его родители обучают письму, у человека сформировывается письменно-двигательный навык, который со временем, где-то, ну, как установлено, годам к 20-30, он становится стабильным. То есть, у человека есть определенные признаки, признаки почерка и выполнение определенных букв, символов, там, цифр. Для криминалистов почерк – это важнейшая зацепка в раскрытии преступления. Цель экспертов почерковедения – установить подлинность того или иного документа. Проблема возникает тогда, когда, ну, скажем так, лицо, которое вот хочет поделать, оно либо использует технические приемы какие-то, либо делает это с тренировкой. Это то же самое, что на великий художник написал картину. А потом с этой картины начинается делать современными художниками по чему-либо заказу, да, с какой-либо целью мы не будем сейчас ее озвучивать. То есть, делаются копии. В принципе, очень близко. Но манера письма, манера накладывать мазок, примененные кисточки и так далее – здесь то же самое. Сегодня эпистолярный жанр постепенно уходит в прошлое. Люди все чаще набирают тексты на клавиатуре компьютера, а письма отправляют по электронной почте через интернет. Однако в жизни каждого человека иногда возникают ситуации, когда кому-то добрые и искренние слова хочется написать своим неповторимым почерком.